Мы тоже все работали, детей бросили сюда, пришли, чтобы увидеть главу. 13-й район, так называют его местные жители, граничит землями до Хадаевского района. Здесь, на периферии, установлены мусорные баки, принадлежащие городу Дагестанские огни. Но отходы сюда выбрасывают жильцы села Уркарах. У нас мусор всегда воняет здесь рядом, все дорога сипана. Приходит, бросает оттуда машинам вечером, принесет, наливает, сюда ходит. Оператор по вывозу мусора неоднократно предлагал заключить договор с администрацией села Уркарах. Однако муниципалитет не согласился. Так и сделали. Сразу же реагировали. Глава администрации дал команду установить камеру, что установлено сегодня в течение дня. И в течение дня мы убрали все мусорные ящики. Вот вы видите, убрано. Здесь были перегородки. Все эти убраны. И будем мы машину пускать. Оператором был договор такой. Камера установлена, запись ведется. Видео с нарушителями будет передаваться в правоохранительные органы. Ну а что же с водой? В город она поступает по графику, что и вызывает недовольство горожан. Вот с пяти часов, с утра дают до пяти часов, а ночью вообще не бывает. А люди находятся на работе, пять часов как раз работы возвращаются, а воды нет. Вот представьте, что они будут делать вечером ужин готовят, а воды нет. В дагестанские огни вода поступает из двух источников. Окраины города получают ее из Дербенского водовода. К нему же подключены населенные пункты Чинар и Гиджух. Мы соблюдаем график, который нам установил Дербенский водоканал. И вот те населенные пункты Чинар и Гиджух, они не соблюдают. В связи с этим у нас нехватка воды именно в летнее время. Они поливают это питьевой водой, чтобы сами за катерички нельзя. И в связи с этим у нас нехватка воды. Однако и эту проблему решить возможно, говорят представители администрации. Полностью обеспечить город водой получится только с водом в эксплуатацию новых скважин. Их строительство начнется в рамках республиканской программы «Чистая вода». Проектированное и строительство выделяется около 470 миллионов денег. Эти деньги уже обозначены. Я думаю, с положения мы выйдем. Если две-три скважины у нас дополнительно будет, для огня 100% воды нам хватит. Не только для огней, мы будем обеспечивать этой водой и населенные пункты Дельменского района. Проблема нехватки воды присутствует практически в каждом населенном пункте республики. Но власти Дагогни пытаются найти решение, чтобы жители города не остались в коммунальной яме. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Дагестанские огни.